Всем привет! Я сегодня купила себе две новенькие красоточки. Сама не знаю почему. Просто вот пошла и купила. Много у меня растений. Я снимаю сегодня вот здесь на лоджии в спальне. Кот почти дораспустился. Вон он бутон. Но увидела вот эту вот мультифлоростость. В принципе, цветочек у него не крупный, но вы знаете, как-то вот понравился и корневая понравилась. Сейчас я сниму пакетики и вам все покажу. Название пока не знаю. Вот это то ли это Нарбоне, то ли это Азиан Коралл или как он там называется. Сейчас поснимаю пакетики, камеру уберу и обязательно решила вот на темном фоне сделать. Не знаю, насколько это правильно, но более-менее так оно, по крайней мере, вот такая расцветка, она выигрышно смотрится на темном фоне. Сейчас поснимаю пакетики и покажу вам, что там мы с вами увидим в листиках и в корешках. И вот знаете, наверное, назад я их и поставлю в эти пакетики, потому что хочу, чтобы они у меня где-нибудь пару деньков постояли, потому что хочу, чтобы адаптировались. Адаптировались, чтобы бутончики, у меня достаточно сухой воздух в квартире, чтобы бутончики не засохли у них. Вот, и чтобы они прошли такую поэтапную адаптацию у меня в доме, у меня в квартире. Давайте сейчас аккуратно пакетики сниму и покажу вам, что будет. Что мы там увидим с вами. Ну вот, вот они две мои новые красавицы. Красиво смотрятся. Думала снять пакеты. Ребят, не получилось у меня снимать их, потому что вот вы видите, да, насколько она так распластана своими цветоносами по сторонам, что, ну, у меня была просто, знаете, угроза того, что я отломлю цветоносик. И мне пришлось разрезать пакеты. Вот здесь я тоже не стала рисковать, потому что цеплялся он за все стенки. Ну, не смогла, не смогла достать. Разрезала, думаю, ладно уже. И так адаптируется. Так, ну, красивые. Вот, я как-то сегодня, знаете, вообще не планировала, что я что-либо буду покупать. И, ну, не смогла я уйти без этой красоты. Посмотрите, как они красиво смотрятся. Опять-таки, в очередной раз могу сказать, что, ну, нисколько не пожалела, что я их приобрела. Реально красивые растения. Ну, вроде, знаете как, вот смотришь на орхидеи, и кажется, что у тебя такая есть. А потом ты понимаешь, что, а нет, у тебя такой нет. Они вот все с какой-то своей изюминкой. У меня есть детка, нарбонная. Она растет у меня в колбе. Вы, наверное, помните, я видео снимала по поводу этой детки. Мама пропала, а вот малышка на цветоносе осталась. Она сейчас растет. Я обязательно сниму вам видео, покажу, как у нее дела. Давно не показывала. Поверьте, там все круто, окей, вообще the best. Вот, а ну вот такая красота сегодня попалась. Мне кажется, что нарбона, она немножечко поменьше цветочком. Вот здесь где-то цветочек сантиметров, наверное, 9. Ну, может быть, 9,5. Ну, как вот мне кажется. Я не знаю, мы будем вместе с вами смотреть, как она дальше будет в динамике цветения себя проявлять. Как она себя покажет. Ну, и похоже, я знаю, что у нарбона поменьше цветочек. А у азиат коралл. Или коралл, вот так, азиатский коралл называется в переводе. У них вот как раз размер цветочка вроде как такой. Вы знаете, я поначалу думала, как-то вот у нее такая расцветка. Думаю, господи, покрасили что ли. Бывает, сейчас у нас и в рыжие оттенки орхидеи красят. А потом посмотрела, да нет, думаю, наверное, нет. Потому что бутоны вот они такие. И, кстати, цвет листиков у нее такой характерный. Видите, красота какая. Вот они такие вот, как бы прожилочки красивые. Видите, на внешней стороне листика. Так, какая-то тут паутиночка. Сейчас буду обрабатывать, буду протирать все листочки. Я уже на камеру это делать не буду, потому что вы знаете. Наверное, или солитилку сейчас возьму, или спирт посмотрю. В грунт, как всегда, напрыскаю какой-нибудь инсектоакурицит для того, чтобы немножко мне его обработать. Сейчас они у меня пару дней постоят, поадаптируются. В принципе, мне понравилось, что вот они, знаете, они такие достаточно приземистые растения. И не как стандарты высокие, по 70 сантиметров, да. А вот они такие приземистые. Вот это мне вот, конечно, в них понравилось. Красиво на темном фоне, когда вот контура нет. Красиво очень смотрится. Красотулечки. Так, ну давайте я вам сейчас пока вот покажу. Коралл или коралл. Вот такой оттенок коралловый у нее. Смотрите, корневая, конечно, не ахти. Купила, кстати, скажу вам в Ленте. В группе ВКонтакте девчонки писали, что в Ленте вроде как красивый завоз был. Вот. И я думаю, дай-ка поеду, посмотрю. Как раз там была, заехала, ну вот приехала, что называется. Опять-таки приехала. Характерный вот такой, знаете, форма листочков у нее. У меня вот, я говорю, что нарбона такая была. Но она была зимняя, я ее покупала перемороженной. Она потеряла моментальные листья, там, буквально через 5 дней после покупки. Вот. Скинула все листочки. Но явно была перемороженной, потому что я ее покупала. Дай бог памяти. По-моему, январское растение. Ну, сами знаете, да, в январе морозы. Но где-то ее мне заморозили. Так, вот как выглядит корневая система. Так себе, скажем. Вот. Грунт называется. Мама, не горюй. Вот. Спасите, помогите, уберите этот грунт от растения. Я, конечно, сейчас пару дней посмотрю, понаблюдаю. И, наверное, вы знаете, не буду ждать. Буду я ее пересаживать. Шею я особо, вы знаете, не рассмотрела. Но вот сейчас, в принципе, по-моему, все-все хорошо у нее. Вот производитель какой. Не знаю, что это за производитель. Кстати, снимаю, у нас уже вечер. Думаю, как же я вам не покажу. Не хотела я без вас распаковывать. Ну вот, распаковала, смотрим вместе. Прям, что называется, даже сама еще не рассмотрела, а вам уже показываю. В принципе, вроде как вот кручу. Смотрите. Подсветку не стала включать, потому что не хотела, чтобы изменялся цвет цветка самого. В принципе, вроде как неплохая шейка. Но вот корней, конечно, надо отметить маловато. О, у меня там кошка пришла. Сима, привет. Ты послушать нас пришла, да? Так, корней маловато. Ну вот они, видите, есть. В принципе, было такое второе растение. Там вообще была проблема с корнями. Там корней бы не было видно. Вот. Может быть, знаете, как, наверное, я все-таки буду рисковать, пока у нас такая располагающая луна. Посмотрю по календарю. И если будет в ближайшее время благоприятное время для пересадки именно по лунному календарю, то я ее, наверное, вместе с вами на канале займусь пересадочкой. Вот. И вторая. Название, видите, я горшок кручу. Нету. Нет названия. Ну, я знаю ориентировочно. Я вам уже сказала, как она называется. Так. И вторая. Вот у нее, в принципе, тут неплохая листовая масса. Вот эта макушечка зелененькая. Сколько тут пар листиков. Ну, вот маленький мы не считаем. Полноценных шесть листов. То есть три пары. Корневая мне очень понравилась. Она перелита. Почему они сейчас у меня обе стоят вот на таких салфетках. Я вам уже говорила, что я всегда пользуюсь таким методом, откачивая лишнюю влагу. Они хорошо оттягивают на себя очень воду. Вот. А вот эта вообще вся перелита. Я сегодня, вы знаете, ее в 10 пакетов поставила. На машине ехали, но тем не менее. Я, конечно, немножечко старалась. Ну, вы знаете, не переморозить корневую систему. Даже пока с магазина до машины бежала. Корни хорошие. Вот. Поначалу хотела взять одну вот коралловую. Но когда я увидела корневую систему вот этой красоточки маленькой. Ну, они такие, знаете, они немножко кряжистые. В плане того, что вот такой кряжистый цветоносик. Вот. Но они так смотрятся прикольно. Какие-то вот они такие минимально, знаете, обворожительные вот для меня показались. Кстати, вот распускается. Был сегодня вот еще в магазине такой чуть-чуть-чуть-чуть раскрывающийся бутончик. Уже вот распускает. Так, тот же самый производитель. Шея. Давайте шею посмотрим, что мы тут с вами увидим. Так, в принципе, в принципе. Плохо вам видно. И мне тоже не очень видно. Но надеюсь, что там все хорошо. Как-то там темновато. Я потом постараюсь рассмотреть уже не в камеру. Здесь, в принципе, все хорошо. Грунт точно такой же, как и у этой. Кстати, вот у этой я могу сказать, что, по-моему, она была посажена раньше в этот грунт, чем вот эта орхидея. Потому что по распространению корней в горшке это видно. Здесь вот корни, они прям, смотрите, прям в горшок вот вплелись в этот грунт. Вот. Ну, то есть, вот так. Корневая, конечно, шикарная. Буду сушить, буду смотреть. Вы сейчас мне напишите, наверное, я бы сразу достала и пересадила. Я как-то, знаете, сейчас с цветущими. И вот в этот период я поаккуратнее сейчас стараюсь быть. Побудя дома немножко. Вот что у нее, смотрите, в горшочке. Здесь вот вылез хорошенький. Видите, вот он корешочек. Красивый такой, живой. А вот эти надо будет, конечно, мне сейчас все удалить, подрезать. Но я решила сегодня не обрабатывать вместе с вами эти растения. Потому что, в принципе, вы видели мои обработки новых растений. И я решила просто вам показать красоту, на которую я сегодня в очередной раз запала. Ничего не могу с этим поделать. Вот. Мне уже муж говорит, а ты вообще куда ставить собираешься их? Ты об этом подумала? Вы знаете, для меня, я ему сказала, для меня это второстепенно. Для меня первостепенно это вот эта вот красота, которую я вижу в магазине разместить. Вот сейчас куда-нибудь, вот не сейчас, а после карантина. Сюда поставлю, чуть-чуть цимбидиум подвину. Найду куда поставить. Вот они мои, красавицы. Ой, да-да-да. Там у меня, кстати, пораспускались еще кое-какие. Потом буду видеообзор снимать, покажу. И покажу вам, как себя чувствует на цимбидиуме цветонос. Знаете, растет. И покажу, что я там новенькое для него придумала, сделала по поверхности. Вот, все покажу, расскажу. Все очень-очень, знаете, так затягивает. Все очень интересно. Вот, такие мои две красоточки. А на сегодня я буду заканчивать, делиться своей радостью. И хочу пожелать вам красивых растений, здоровья, благополучия. И увидимся с вами вновь на моем канале. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok